еще раз спасибо за то что все пришли мы сегодня поговорим о сне о том что это такое зачем почему мы спим почему мы спим плохо почему мы спим хорошо это такая большая впечатляющая тема на самом деле изученное крайне мало для меня всегда вопрос на лекциях научно-популярных это с чего начать ну люблю слушать умных людей ее скайролла был как раз одним из таких очень умных людей способных метафорически говорить очень умные мысли и я начну сначала ну во первых того с того как кто такой доктор сомнолог потому что в мои у моей среди моих пациентов а это от нуля поскольку я детский невролог сомнолог до 100 и надеюсь когда-нибудь будет больше чем 100 половина людей не знает кто такой сомнолог поднимите руки кто знаешь такое сомнолог хорошо отлично я рада что это большинство для тех кто не знает сомнолог этот человек который занимается сном это не самостоятельная профессия это надо образование дополнительное образование у какого-то врача это может быть терапевт эндокринолог кардиолог или невролог ну как говорили мои мэтры мои учителя это чаще неврологи потому что мы имеем дело в первую очередь с мозгом и его центрами и именно мозг и нейромедиаторы мозга мы дальше потом все разберем очень плотно именно нейромедиаторы мозга такие как серотонина норадреналин дофамин вам наверное хорошо известны за счастье отвечают там за удовольствие вот эти нейромедиаторы оказывается еще и регулирует сон то есть по-хорошему невролог невролог или нейрофизиолог в этом за точно разбираться лучше всего однако не хочу как бы ни в коем случае принижать коллег кардиологи и эндокринологи тоже с этим условием занимаются в частности по теме апноэ нарушений сна про них мы говорить сегодня не будем кстати говоря докторов сомнологов именно сомнологов в россии не более ста у меня были вчера простые арифметические мероприятия загуглить в каждом городе по количеству сомнологов потом совершить нехитрые арифметические действия и получилась эта цифра 100 110 в целом наука и образование стоят на месте тем не менее каждый год мой учитель михаил гурищ полуэктов из москвы и его коллеги сомнологи опускают выучиваются выпускают в мир на работу очень много сомнологов поэтому это все прибавляется однако мне наверное сейчас можно возродить если эта тема такая важная то почему вас так мало ну вот это небольшое объяснение почему начало сомнологии можно считать от где-то 1939 года всего то ей 100 лет нет это область которая по факту даже законодательно не описано есть конечно клинические рекомендации есть безусловно отечественные хорошие уже достаточно медицинские рекомендации есть метры которых читают все сомнологи россии однако реально это все рассматривалось не как как бы это сказать по по-русски как же не угрожающее состояние нарушение сна а как но вот такая загадка сон был очень таким пугающим темным неприятным наподобие смерти чем-то таким что пугало людей и до какого-то момента не заставляла их не работать с этим не изучать и только вот в 1929 изобретено было ээгэ электроэнцефалография и исследованы были люди во сне и потом и на кошках еще исследование стадии сна проводили и наконец-то начали диагностировать разные заболевания и лечить их но самое интересное что первым исследованием которое доказало что если вы не будете спать чине пяти дней вы умрете она прошла вот где-то в 1883 году но это если описывать понятными словами темы наших диссертаций вот это было звучало именно так если вы не будете долго спать вы скорее всего умрете это будет довольно быстро тему вот этой диссертации можно было бы шуточно обрисовать как если вы будете плохо спать очень долго вы конечно же не умрете именно от этого но жить будете очень очень плохо и только 14 лет последние действительно выходят статьи и отечественные и американские европейские которые доказывают это это большой ее пласт статей которые идут все дальше и дальше сначала они говорили что нарушение сна плохо влияют на настроение на энергию а дальше пошло больше оказалось что нарушение сна захватывают все сферы нашей жизни оказалось что если вы плохо спите а у вас но скорее всего будет выше предположенность компарта миокарда если вы плохо спите будет скорее всего больше и рискование сахарного диабета второго типа сразу поясню что такое больше меньше меньше и плохой сон это меньше 7 часов за ночь стандартно считается что люди взрослого возраста но считаем что это наш с вами возраст и до до пенсионного возраста это примерно 7 8 часов здорово сна бывают видовая изменчивость кто-то больше кто-то меньше главный критерий что если вы спите 6 часов на протяжении сколько лет и чувствуете себя выспавшимся адекватным и нет нарушений жизнедеятельности и работы значит это ваша норма если вы чувствуете что вам 7 часов недостаточно и вы вялый ошибаетесь путаете все значит это не ваша норма либо нужно искать еще какую-то причину если возвращаться вот к этому возрастает риск артериальной гипертензии подъема давления атеросклероза то есть отложение холестерина в сосудах что может привести к инструкту в зрелом возрасте и также эмоциональные некоторые характеристики например если плохо спать в течение месяца и более снимая повышается восприимчивость к боли снижается болевой порог возможно кто-то из вас замечал когда вы не выспались вы раздражены у вас есть гиперакузия то есть неприятность за громкому звуку громкой музыки к настойчивому звуку и к прикосновениям возможно это все связано с тем что нестаток сна не дает вырабатывал вырабатываться нужному количеству цитокинов также были исследования очень интересные насчет количества освещенности и развитию рака груди это пока там можно сравнить вот такие исследования уже давно описаны и в том числе научно-популярных книгах сравнили карту максимальной освещенности в люксах и сравнили карту заболеваемости у женщин раком груди и они странным образом совпали почему они совпали потому что чем выше освещенность тем соответственно ниже у нас выработка мелатонина потому что мелатонин хуже вырабатывается если нас ярко светит особенно по ночам соответственно ниже вырубка мелатонина мелатонин предохраняет развитие многих онкологических заболеваний и вуаля вот такая картина также для девушек может быть интересно что если мало спать меньше свои нормы меньше семи часов в среднем повышается склонность набору веса к сожалению ну это связано с тем механизмом что мозг просто не успевает консолидировать все те процессы которые за день произошли и он вынужден припределять больше энергии а когда еще снижается скажем так контроль коры вот вы знаете что у мозга есть кора поскольку я больше чаще преподаю я немножко на ту аудиторию буду вас спрашивать вот у мозга есть кора головного мозга это же все в принципе знают кора головного мозга особенно лобная кора отвечает за контроль наших поступков за то чтобы не прогулять пару а пойти на нее за то чтобы там не просрочить сдачу книги мы все библиотеки находимся а сдать ее вовремя заставить себя там мороз дойти на лекцию потому что это полезно это лобная кора решение воля действия контроль усидчивость способность там не закричать когда тебе придавила ногу стулом а ты на важной паре сидишь например вот и когда мы не спим меньше наша лобная кора устает настолько что она уже не спала хуже способна контролировать наши поступки поэтому хочется сладенького хочется сильнее и контроль наш слабее я же не выспался я же устал я не буду ходить на тренировку я хочу этот торт ну примерно так это происходит это вот это все проблемы для одного человека а вот эта проблема уже для общества и это объясняет такой огромный рост сейчас количество сомнологов то что их было там 50 10 лет назад сейчас их стало стоить их становится больше и станет больше гораздо больше я ожидаю взрывного роста ближайшие пять-восемь лет потому что хорошо из-за бессонницы верят кто-то возьмет больничный но согласитесь из-за инфаркта люди возьмут больничный из-за инсульта возьмут из-за диабета возьмут а это значит что плохой сон становится проблемой ни одной личности плохой сон с проблемой государства и это все на самом деле вы можете потом ему может быть лекция будет выложена я там просто написала очень много ссылок разных на англоязычные в том числе сения которые можно почитать вот собственно при недосыпи снижается способность консолидации памяти к формированию долговременной памяти потому что память у нас укладывается штабелями грубо говоря в гиппокампе именно ночью во время медленного сна снижается концентрация внимания и контроль своих диза концевыми действиями я уже разговариваю объясняла почему снижение производительности потому что человек грубо говоря не успел отдохнуть он устал он чувствует себя сонливым естественно он работает хуже и ошибается чаще аварии на производстве из-за в том числе и невнимательности и дтп и в америке в частности были исследования не знаю сколько у нас они были но в америке было значено что 20-30 процентов дтп это дтп с недосыпом есть такие источники которые говорят что если вы не поспали в одну ночь недостаточно спали или вообще не спали то вы ведете себя примерно также как будто вашей крови и одна десятая промилле алкоголя если вы не поспали две ночи то вашей крови уже как будто бы концентрирую концентрация от 0,3 промилле то есть вы как будто вы пьяны сели за руль это такая хорошая вещь когда об этом думаешь особенно после ночного дежурства ночной смены том что тебе нужно быть предельно осторожным ну и отдаленные последствия это все десятки миллионы миллиарды рублей на самом деле которые поседают больницах которые оседают в аптеках потому что люди вынуждены потом из-за этого лечиться поговорим много о структуре сна хотя говоря когда я вот все это говорю я надеюсь что вы не настолько не стану не сторонники доказательной медицины чтобы слушать но чтобы верить не на слово я поэтому привожу почти везде ссылки где вы можете также прочитать и убедиться потому что я сама люблю почитать новости том числе на bbc на других порталах и меня очень сильно расстраивает когда я не вижу ссылок то есть если ты взял какое-то исследование перевел на русский язык и поместил будь добр укажи оригинальную ссылку и поэтому и вас хочу точно так же предостеречь но и когда вы видите громкое название например кофеин предохраняет от рака прямой кишки ищите пруф всегда ищите англоязычный пруф с исследованием в паб медиа где-то иначе просто можно разойтись банально в переводе человек может быть правильно перевел допустил ошибку защищает и не защищает ну вот как то так а вы потом поверили структура сна у нас состоит из пяти фаз сна в целом можно найти разные версии можно этим 3 можно эти 4 можно найти 5 в чем вся соль в последней классификации разделили несколько фаз дополнительно то есть первая фаза у нас поверхностный сон вторая фаза уже устойчивый сон третья фаза глубокий сон где на глубокий восстанавливающий в процессе которого у нас лимфатическая система наша с помощью глии головного мозга это такие саппорт клетки поддерживают нейроны с помощью глиальных клеток они очищаются мозг уносит продукты обмена вредные метаболиты консолидируют память например способствует ее формированию и четвертая фаза самое интересное фаза сна с быстрыми движениями глаз или фаза быстрого сна или фаза парадоксального сна позже поговорим это пример моей личной записи из моих же архивов полисомнографии но это совсем ужас то есть вот это называется бессонницы когда вот это вот бодрость вейк этот человек не спал вот он дошел до первой фазы сам поверхностная устойчивая фаза коснулся третий проснулся снова вошел в третью проснулся это картина характерная для такой типичные запущенные бессонницы с нарушениями по сна то есть глубокий сон не задерживается соответственно человек с утра не очень способен к нормальной активной деятельности что можно сказать про механизмы о том как колл сон принципе наступает есть различные механизмы сна механизмы регуляции активности это следовательные клетки у нас на сетчатке которые подаются сигнал супрахиазмальные ядра и собственно как только наступает темнота колес чувствительность клеток свету становится ниже они подают сигнал супрахиазмальные ядра гипоталамуса ну примерно такой я люблю хуманизировать разные отделы мозга и он говорит ему пора спать пора спать и главный водителя ритма находится в этих супрахиазмальных рядах он потенцирует выделение гормона мелатонина соответственно у нам легче уснуть как действует механизм поддержания бодрствования это огромное количество центров подкорковых под корой кора у нас такая сознательная область которая регулирует наши произвольные действия на самом деле весь наш ритм вся наша жизнь находится в подкорке все наши если вас потом толкнули и вы удержались и не упали это не кора это подкорка она смодулировала ваше равновесие так что вы вернулись если вы хотите есть перевариваете пищу засыпаете пугаетесь и или впадаете в ярость это все подкорка это все великие могуществе подкорковые ганглии и они активе это очень большое количество центров разных разбросанных центров и в этом есть очень небольшой смыслу, потому что большое количество разбросанных по всему мозгу центров предохраняет от конкретной капитальной поломки. То есть даже где-то образовался очаг, например, инсульт, все-таки часть механизмов сохранится. И в мозге, на самом деле, очень много таких вот рассыпанных, раскиданных центров, рассыпанных нейронов, контролирующих, как раз для этой части, чтобы мы могли после существенной катастрофы реабилитироваться. Поэтому подкорковые ганглии активируют сознательную деятельность, часть из них находится в ретикулярной формации. Это, возможно, не сильно интересная информация, но это такая штука, которая активирует все остальные части. Импульс, проходящий через нее, доходит до всех остальных именно с побудительной способностью, чтобы что-то сделать. Это такая неспецифическая структура, которая все остальные пихает. И, таким образом, все эти центры, они через общую специфическую структуру, которая всех будет, выделяют различные, очень различные нейромедиаторы, норадреналин, серотонин, дофамин, гистамин, в том числе и знакомые вам. И стимулируют, с одной стороны, чувствительную область мозга, таламус. Он собирает все с анализаторов, слух, осязание, чувство тела, как я нахожусь, я стою, лежу, я ощущаю холодно, мне жарко. Это все таламус. Вот в него бодрствование приходит и в кору. Есть также центр медленного сна. Помните, медленный сон, тот, в котором мы устанавливаемся. Это такой глубокий, хороший, устойчивый сон. Это тормозные нейроны. Они тоже разбросаны по разным отделам мозга, точечно. Они выделяют тормозной медиатор, гамма-аминомасляную кислоту или гамм. Может быть, вы где-то увидите это, может быть, на препаратах и будете знать, что это тормозной медиатор. И тормозят поддержание бодрствования. Тормозят, тормозят, тормозят. Пока оно само не начнет затормаживаться, и в конце концов сработает триггер, который как бы перебросит нас в сон. То есть постепенная система, которая регулируется прямой обратной связью. И, что интересно, есть еще один центр сна. Это уже центр парадоксального или быстрого сна. Ну, это вот как раз та самая пятая фаза. Это сон с быстрыми движениями глаз или сон, в котором нас снятся сны. Это очень интересно, потому что если человека разбудить в эту фазу, он будет помнить свой сон. Как правило, и после него нам легче его проснуться. Это не зря так сделано, потому что там ослабляется действие именно гамм, гамма-аминомастной кислоты. Нам легче взбодриться. И во время этого сна у нас ЭГЭ, электроэнцефалография, волны мозга, они примерно такие же, как в бодрствовании. Но при этом мы не двигаемся, мы недвижимы. У нас сердцебиение, дыхание понижено, у нас мышечная сила понижена. Никогда не задавали себе вопрос, а что бы было, если бы мышечная сила во время этого сна не выключалась. Такое возможно. Такое заболевание называется нарушение поведения в фазе быстрых движений глаз. РП, БДГ. Расслабство поведения в фазе быстрых движений глаз. Что происходит? У человека нет мышечной атонии, мышечной слабости. И он проживает свой сон действительно со всей мышечной силой. Обычно таких людей, это чаще мужчины, их чаще приводят жены и подруги, потому что, ну, невозможно. Пнул, пытался задушить, ударил, кричал, размахивал. А сны еще, как правило, пугающие. То есть, что заставляет больше всего двигаться? Ну, явно не поле с ромашками. Мы скорее будем двигаться и кричать, если за нами гонятся. Ну, все вы знаете эти вот сюжеты, распространенные снов. Знами гонятся, нас преследуют, нас убивают, прячутся, и страшно. И вот эти сны заставляют их пару-тройку раз в месяц перебудить весь дом и травматизироваться зачастую самим и травматизировать своего партнера по постели. Это неприятно. И если это детский подростковый возраст, это ерунда, это может пройти. Если это взрослый возраст, старше 35, тут есть маленькая неприятность. Доказано в последних исследованиях, что вот это расстройство поведения в быстрой фазе сна чаще всего приходит к развитию какой-то нейродегенерации в старости. Ну, вот в зрелом возрасте, уже в зрелом старшем, после 60-ти. Это либо болезнь Паркинсона, либо такие редкие вещи, как деменция с тельцами Леви. Ну, не так часто встречаются в новостях, но это такие неприятные заболевания, по типу болезни Альцгеймера, но еще и двигательные нарушения присутствуют. Вот. Поэтому если кто-то вдруг заметит или услышит такую историю, ну, посоветуйте обратиться к неврологу, потому что это все можно отсрочить, но надо просто про это знать. Ну, или хотя бы профилактировать. Так вот, центр парадоксального сна. Парадоксален, как раз потому, что мы спим, но мозг активен, а мы атоничны, мы обездвижены. Именно, соответственно, холенергические нейроны тормозят глицинергические нейроны продолговатого мозга, и они же тормозят нейроны, мото-нейроны, значит, моторные, двигательные нейроны спинного мозга. У нас за движение как раз отвечают двигательные нейроны именно спинного мозга, то есть они тормозят как бы головным мозгом спиной, поэтому мы обездвижены. Когда происходит нарушение поведения в фазе быстрого сна, этого творства не происходит. Есть еще один интересный игрок на этом поле, это орексины или гипокретины, но гипокретины мне название не очень нравится, потому что гипо-гипер, это такие обидные, мне кажется, названия, но их больше и чаще сейчас зовут орексинами. С чего началась вся история? Я уже кратко, я так понимаю, что у меня минут 10 осталось. Есть такое заболевание, как нарколепсия. Первого типа с потерей мышечного тонуса при страхе смехе, испуге и второго типа просто с засыпаниями. То есть критерии нарколепсии это патологические засыпания в местах для этого непредназначенных и в ситуациях для этого непредназначенных. То есть это не когда вы уснули на лекции, если очень устали. Сразу хорошо, что успокойтесь. Нет, это когда вы шли-шли и вдруг раз, оперлись вот на тот столик и заснули крепко. И разбудить очень сложно. А катаплексия это потеря мышечного тонуса, когда человека напугали или рассмешили, или он сильно обрадовался. И потеря мышечного тонуса, значит он либо падает, либо у него теряется тонус мышечной мимической мускулатуры, он закрывает глаза и не может там улыбнуться, сказать что-то как-то так. Вот, эти два типа, ну конечно же, раньше был известен, стал известен первого типа с катаплексией, потому что он наиболее такой зрелищный. Ну и какие-то уже не подбирались к этому причины, говорили, что это вирусы, говорили, что это эпилептической природы, что это психосоматика по типу истерии. В общем, много сваливали на эту нарколепсию. И был один сомнолог в 1960-х годах, который с интересом, а мы это врачи очень любим, рассказывал своим друзьям о своих пациентах, и один из его друзей воскликнул вдруг, послушай, те приступы, которые ты рассказываешь, у меня точно такие же у моего добермана. И вот так счастливо ученые нашли модель, биологическую модель для моделирования нарколепсии. Потому что, на самом деле, этих больных вскрывали, когда они умирали, и не находили причины. То есть в мозге не было никакой проблемы. А тут появилась ура модель, на которую можно изучать прижизненно. Ну и что сделал этот сомнолог? Он вывел с помощью селекции целую стаю таких доберманов. Но вот это безумно мило и безумно весело, когда собачки падают при виде косточки. Причем стаи. И он исследовал их, пытался лечить. Безусловно, это не обошлось без опытов над животными. Но, скажем так, это очень помогло, в конце концов. Потому что открыли именно центр быстрого сна. И того, что он в норме тормозит мышечные нейроны. Или не тормозит. Соответственно, открылось также, что у этих собак с нарколепсией абсолютно одинаковые нарушения ночного сна. Днем они сонливы и могут заснуть в неполенятном месте. Или, допустим, у них может потеряться мышечный тонус. А ночью они почти не спят. У них прерывистый, неустойчивый сон. И, в конце концов, пришли к открытию орексинов. Изначально их открыли тоже не совсем так. Их открыли в нескольких местах сразу, поэтому два названия. Гипокретины их назвали, потому что это гипоталамические секретины. Считали, что они влияют на гипоталамус. А орексинами назвали, потому что поняли, что они еще регулируют аппетит. То есть орексины — это белки. Это очень интересные белки, которые одновременно участвуют в регуляции аппетита. И одновременно они проецируются на один из центров регуляции бодрствования. В синем пятне там и бодрствование, и сон. И если этих нейронов мало, то нейроны синего пятна, которые регулируются у сон, бодрствования, они как бы замолкают. И поэтому у человека теряется мышечный тонус. Ну и сейчас уже думают о том, нарколепсия на самом деле — это не аутоиммунное заболевание по типу рассеянного склероза, потому что, может быть, именно это заставляет эти орексиновые нейроны и орексиновые проводники терять свою функцию. И, кстати говоря, маленький момент, чтобы вы не думали, что у двух нарколептиков обязательно народится нарколептик, у людей немножко иная степень наследования. Там совершенно не факт, что это прямое доминантное наследование, то есть у мамы с нарколепсией родится такой ребенок. Нет, у собак — да, у них прямое аутосонно-доминантное. У людей очень сильно влияют факторы среды. В частности, очень сильно рассматривается роль стресса, пускового фактора развития. Из интересностей. Из интересностей недавно наткнулась на, во-первых, книгу Роджера Эйкерха, во-вторых, во многих книгах его упоминают. Он говорил о том, что три века назад, до изобретения лампочки накаливания Эдисона, люди спали совсем по-другому. Люди ложились с закатом, то есть это было когда 10, когда 9, когда и 8, просыпались где-то в середине ночи, в час-два, около 60-120 минут бодрствовали. При этом они могли ходить в гости, читать книги, ну или заниматься продолжением рода, и потом засыпали и спали уже до утра. Эта теория, на самом деле, имеет много последователей. В частности, в литературе иногда упоминается это первый и второй сон, то есть между первым и вторым сном. Очень интересный моментик. И в целом, возможно, именно поэтому был ниже уровень тревоги и лучше состояние сна, потому что они эти два часа в середине ночи находились в очень расслабленном состоянии, и потом снова ложились спать, очень легко засыпали, несмотря на то, что скоро уже вставать, и чувствовали себя в какой-то мере лучше. Также есть теория о пользе раздельного сна, но она уже плод сомнологов и психологов, потому что тут я показала, почему возникла эта теория. Потому что возник вопрос, когда психологи начали разбирать теорию сместной жизни, например, а вообще полезно спать вместе? Полезно ли, если один человек храпит и ложится спать, допустим, в 2 часа ночи, а второй человек ложится спать в 10 часов вечера, и там, например, встают в 6 утра, когда первый видит третий сон, вот как тогда быть, не легче ли разойтись по разным спальням? Меняется ли от этого отношение, меняется ли от этого понимание друг друга, не появляется ли холодность? Это уже плод обсуждения психологов, безусловно. Но эту тему просто можно почитать и понять. Пока мнение такое, что если один из людей храпит или страдает расстройство поведения в быстрой фазе, безусловно, это вариант, поскольку можете проснуться с синяком. А в остальных случаях, вроде бы, когда люди лежат вместе, у них отношения, как считается, психологи налаживаются. Что делать, если есть расстройство сна? У нас есть много, конечно же, различных препаратов, которые себя на рынке показывают как препараты, способные бороться с бессонницей. Или, наоборот, стимулировать. Это я сейчас говорю о аноотропах, хотя не та тема, но тоже можно не сказать. Я специально не показала никакие крышечки и баночки, мы сегодня не об этом говорим. Если говорить все-таки о необходимости принимать какие-то препараты, вот лучше все-таки обратиться к врачу. Пусть то даже препараты нерецептурного ряда, такие, как гормоны мелатонина. Потому что, во-первых, в ситуации можно не разобраться. Когда я на приеме смотрю пациента, я все время обращаю внимание на то, какие у него сопутствующие заболевания, какие были стрессы, а какие были, как он нарушал режим. Большинство заболеваний сна от нарушения режима. Вот особенно, если это молодой, средний возраст. Поэтому лучше, конечно, разобраться, в первую очередь, с режимом. Что можно делать самим? Я не говорю, что если есть проблема, сразу нужно обращаться. Я помню, я вижу, все, уже. В общем, никакого самолечения, но самолечения, я имею в виду лекарственного. Можно срегулировать режим. Также, если вы начинаете регулировать режим, главное от этого не отступать. Соблюдать его четко, строго и не менее года. Тогда выйдет на устойчивую позицию. Обращать внимание на рекомендации врача. Можно читать специализированные сайты. И обязательно ввести дневник сна. Дневник сна – это когда вы заснули, когда вы проснулись, просыпались среди ночи. Это можно штриховать, например, на часах или на каком-то графике. Или ввести, на самом деле, удобные мобильные приложения. Что касается рынка мобильных приложений, они очень много хороших, и в этом деле очень сильно помогают. Что касается гиены сна. Тоже кратко. Можете сфотографировать, можете записывать. Режим сна важен. Важно не только, сколько вы ложитесь. Важно то, во сколько вы встаете. Поэтому, если вы ложитесь, точнее, как если вы встаете в одно и то же время, я вас уверяю, ложиться вы скоро начнете тоже в одно и то же время. Это такая хитрая, хитрый обман мозга. Вставайте, причем ложиться в одно и то же время и в выходные тоже. Особенно это касается тех, для кого уже знакомы расстройства сна. Поскольку вы вводите мозг в привычку, а мозг любит привычки. Мозг сбивает, когда вы просыпаетесь то в 10, то в 8, то в 6. Это, на самом деле, большой стресс. Регулярно занимайтесь физическими упражнениями. Это тоже очень важно. Желательно какие-то аэробные нагрузки, то есть бег, ходьба, плавание. Уменьшайте потребление стимуляторов. Опять же, особенно если у вас есть нарушение сна, количество чашек кофе стоит свести до 1-2 в первой половине дня, энергетики не пить вообще. Они не действуют. Они чаще всего не действуют. Они действуют первые 2-3 раза, потом это больше привычка. Потому что он вкусненький, и мы опять же ставим привычку для мозга, что я выпью вот это, и мне станет лучше. Спите в удобной кровати, ну, понятно. Поменяйте обстановку в спальне. Если уже есть бессонница или другие нарушения сна, поменяйте все, переделайте, чтобы у вас не было ассоциаций, ой, я опять буду тут лежать, смотреть в этот потолок или там на этот торшер. Передвиньте торшер. Меньше курите. Старайтесь обеспечить именно качество сна. То есть, грубо говоря, звучит как лучше я посплю комфортно 6 часов, чем я просплю 7 с половиной, но при этом там я буду слушать балалайку соседа, который тренируется к выступлению. То есть главное качество. Даже если это будет меньше, но пусть оно будет глубже, с выключенным светом, со всеми условиями. Обеспечьте тишину при засыпании, прохладное место. Не решайте проблемы. Есть такая теория, когда там лягте и запишите себе план на день перед сном. Не надо. Лично у меня, когда я составить себе план на день, у меня вырабатывается, по-моему, кортизола, гормона стресса на всю неделю вперед. Поэтому не стоит планировать или решать конкретные важные вопросы именно в момент засыпания. Отложите на утро, ничего не изменится. Только мозг будет свежее, он отдохнет. Не ложитесь спать голодным, но и с переполненным желудком тоже. То есть оптимально 2-3 часа до сна поесть. И соблюдайте ритуал. Это такая интересная вещь. Если вы привыкли к чему-то, если вам что-то нравится, послушать музыку, зажечь свечу, погасить свет, спеть колыбельную ребенку и так далее, сделайте это. И сделайте это, введите это в привычку. Потому что мозг, опять же, любит привычки. И он начнет вырабатывать мелатонин, как только вы начнете вот это конкретное действие делать. Оно будет всегда с вами. Вы переехали, сменили место, ночуете в другой квартире, делаете ритуал и засыпаете хорошо. Что еще может помочь? Медитация на полном серьезе, йога, пилатес, все вот эти методики растяжения мышц, достижения спокойствия. Светотерапия — это яркий свет днем. То есть, если вы проснулись, но сонливы, вырубаете весь свет, который есть в доме, и вас быстренько мелатонин разрушится, вы придете в себя утром. Музыкотерапия — как бодрящая, так и успокаивающая музыка. Психотерапия — если есть установки про сон. Значит, установки какие? Я никогда не буду нормально спать. Или из-за того, что я не высплюсь, там все пойдет к прахам. Или я точно не проснусь завтра. Я опоздаю, я не успею. Лучше вообще не ложиться. Вот это такие дисфункциональные, неправильные установки, с которыми нужно бороться. Иногда это легче сделать с психологом. Ну и последнее. Вот так не стоит делать. Это бесполезно. Это проверено, доказано. Лучше вы точно не заснете. И навыки счета точно не улучшите. Поэтому вот здесь слайд, на котором я парочку таких интересных книг и фильмов поставила. То есть я почему не прочитаю «Начало» там или «Матрицу», потому что это все даст фантазиш. А вот это фильмы, которые неплохо показывают клинику бессонницы, клинику недосыпа перерабочего. Очень интересный фильм про пробуждение после энцефалита. Ну и просто интересный фильм о том, как работают нейромедиаторы. И так далее. Это мультик. Ни в коем случае не хочу ничего плохого сказать про «Матрицу», просто это маленько разные вещи. Вот к теме сна имеет отношение вот именно это. Поэтому высыпайтесь. Спасибо. Я надеюсь, я не сильно затянула. У кого-то есть вопрос к теме. Если уходить, наверное. Да. Хорошо, хорошо. Встаю. Приветствую. Хотелось бы узнать ваше отношение к полифазному сну. Всякие в интернете таблички гуляют. Это про то, что если я ложусь спать до 10 вечера, я сплю там час как 6? Нет, нет, нет. Ну это понятно, что это не очень логично. Ну это полифазный сон, это когда мы делим сутки на 4 части, например. А, и каждую часть спим понемножку, да? С точки зрения лично моей, если это немножко, это полтора часа, то есть это фаза сна. Я, да, я упустила важный момент, вот это первая, вторая, третья, четвертая, пятая, они складываются в фазу. Эта фаза в среднем длится полтора часа. Вот если это полтора часа, то да, пожалуй, я согласна, что это может быть. Опять же, нет таких исследований, и для меня это чисто умозаключительно, что да, если это один цикл сна, он полноценный, хорошо, может быть. С другой стороны, а точно ли все эти процессы, которые я перечисляла, допустим, замедленный сон, они точно все успевают осуществиться? Вот я пока на этот вопрос ответа не знаю, и надеюсь, что исследования какие-то это прояснят, потому что пока нет данных. Это как по теории осознанного сна. То есть есть такой феномен, но реально как, что, пока не до конца изучено. Скажите, пожалуйста, правда ли, что ложиться спать после полуночи вредно? Ну, в целом, да. Почему? Есть биологические причины, есть социальные причины. Если выявлять социальные причины, тут все просто. Мы все в большинстве своем живем с 8 утра. С 7 с 8, в чем 8 в 9 мы должны уже быть на работе. При этом очень непонятно, как высыпаться больше 7 часов, если вы ложитесь, допустим, в час-два ночи. Если высыпаетесь, вот опять же, вопрос про длительность сна. Есть индивидуальная изменчивость. Если вы встаете, спите 6 часов, идеально высыпаетесь, идеально сконцентрированы, и не чувствуете сонливости весь день, возможно, это ваша норма. Но есть такие моменты, что есть пик мелатонина. Мелатонин вырабатывается на темноту, соответственно, если вы пропускаете этот пик, возможно, вам сложнее заснуть. То есть это выяснено экспериментальными методами, что когда человек пропустил этот пик мелатонина в темное время суток, заснул позже, у него сон более поверхностный, то есть больше поверхностных стадий и меньше глубоких стадий, чем у того, кто уснул до. Поэтому в целом мнение сомнологов такое, что лучше ложиться до 12, и высыпаться вы будете лучше. Но я никогда не исключаю одного индивидуального исключения. Одного или нескольких. Вопрос насчет взаимодействия, получается, сна и заболеваний. Тут недавно, соответственно, было исследование по поиску общих причин. Собственно, в вашем примере была взаимосвязь отсутствия сна, ну, сокращение сна в атех и рака груди. Вопрос не определяет, возможно, это какие-то внешние факторы. Например, если человек курит, он меньше спит, и человек же курит, и у него повышен риск рака груди. Общая корреляция? Не, ну, безусловно. Вы затронули сложную тему. Мы живем не в вакууме, не в сферическом, и на нас влияет куча факторов. Соответственно, для науки, для многоцентровых исследований, это самое важное вообще. Отделите, какой именно фактор тут повлиял. В целом, я просто не так да хорошо помню то конкретное исследование, но это, опять же, можно в помеде прояснить. Там именно выбирали женщин, вроде как, хотя бы не курящих. Вот такие. То есть факторы риска были нивелированы. Потому что статья была, по-моему, такая достаточно известная, американская. К раку груди серьезно относится. Второй вопрос. Как вы относитесь к приему мелатонина для здоровых людей, чтобы для укрепления сна? Хорошо отношусь. Тут вопрос такой, что, опять же, мы с вами находимся на научном мероприятии, я ни в коем случае ничего не пропагандирую. Поэтому, как вариант, только скажу, есть разные сейчас такие, так называемые биохакеры. Один из биохакеров, кстати, новосибирец, причем, там косвенно знакомый человек. И, естественно, они все принимают кучу препаратов. И в целом, мелатонин имеет много хороших, протективных свойств. Он не только регулирует сон, он еще и может регулировать вес опосредованно, тонус сосудов, устойчивость к боли, немножечко на эмоции влиять. Ну, то есть, у него много полезных качеств. Поэтому, в целом, исходя из гипотической ситуации, на приеме, возможно, я бы порекомендовала. Ну, скажем так, здесь я точно не буду этого делать. Это уже выбор каждого. У меня тоже такой вопрос по поводу диагностики заболевания. Я слышала такое, что есть биологические часы, и как-то вот во время сна каждый орган работает, активность там проявляет. Вот это сейчас подтверждается теория или нет? Безусловно, у нас органы не находятся в покое. То есть, когда бы он не ложился, он либо всегда в 3 ночи просыпается, либо всегда в 4 просыпается, вот такой сбор, а потом он опять засыпает. Это как-то с органами, работа органов не связана? Это может быть связано с той теорией, во-первых, про которую я перечислила, про разорванный сон. То есть, бывают люди, которые просыпаются в одно и то же время каждую ночь. Бывает. Это могут быть оголоски так называемого разорванного сна. С другой стороны, это может быть проявлением ряда заболеваний, в том числе, как тревоги, например, тревожного расстройства. Или это нарушение дыхания. То есть, тут надо разбираться. Это может быть совершенно безобидно, как привычка, а может быть и не совсем безобидно. То есть, тут нужно выяснять. Это еще зависит от того, как быстро потом человек может заснуть после этого пробуждения. И что он делает. Может быть, он просто там в туалет встает. Это тогда вообще другая история. Ну вот, а эта история другая, она может быть связана больше с почками. То есть, нарушение сна бывает опосредованно, в том числе. Хорошо, есть еще вопросы? Давайте последний вопрос и поднимем слое слое слое. Что вы скажете о дневном сне? Стоит ли спать днем или нет? В целом, стоит, если есть такая потребность. Если есть бессонница, и вы плохо поспали ночью, то лучше днем не спать. Дневной сон при терапии бессонницы исключаем. А вот, если вы устали за день, например, вы ночью нормально поспали, но вы устали и немножко досыпаете, показано, что дневной сон на работе в том числе очень полезен. Пожалуйста. Спасибо.